С тех пор, как появились первые слухи о начале работы над проектом семейка Адамсов, да еще и под руководством легендарного Тима Бертона, не прекращаются и жаркие разговоры, дескать, режиссер обязательным своим условием сделал участие в экранизации своего любимца Джонни Деппа, опального нынче в Голливуде и далеко за его пределами. Более того, уже даже обсуждалась конкретная роль, уготовленная для Джонни, роль главы семейства Гомеса или Гомера в других вариациях. А после того, как будущий проект официально перекочевал на Netflix, многие еще более воодушевились, ведь между платформой и Голливудом уже не первый год идет холодная война и, казалось бы, взять Джонни в пику, напыщенным кинобоссом, было бы просто отличной идеей. Но, видимо, все не так просто и Netflix вдруг воткнул нож в спину любимому миллионами актеру. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, сперва по порядку. Прошло уже немало лет с того времени, как семейка Адамсов была экранизирована в последний раз, мы сейчас не берем во внимание мультфильмы, так что новость о готовящемся сериале, да еще и под руководством признанного мастера жанра Тима Бертона, вызвала настоящий ажиотаж. Далее оказалось, что за возможность ремейка Адамсов борются сразу несколько потоковых гигантов, в том числе и Netflix, Amazon Prime, а также, по слухам, Disney+. Но в результате выиграла эту битву все-таки Netflix, после чего мы узнали, что семейка Адамсов должна стать восьмисерийным шоу, которое теоретически может получить и свое продолжение в виде следующих сезонов. Конечно, это крутые новости и приняты они были с настоящим восторгом, а просто отличная новость, что моей любимой игре Raid Shadow Legends в этом месяце исполнилось два года. Давайте я расскажу вам, почему именно сейчас самое время начать играть. Во-первых, в Raid вы можете всей кампании сообща сражаться с клановым боссом и даже победить, если повезет. Ну а кто жаждет персональной славы, покажет себя на арене, попытав силы против других игроков. Также мне очень нравится режим подземелья, где битвы идут против более чем 10 разных боссов. Короче, в Raid каждый найдет то, что ему по душе. А в этом месяце вас еще ждет 6 недель турниров, аж до середины апреля с безумными призами. Плюс Raid выпускает первого чемпиона фракции Воины Сумрака. Ну а всех, кто перейдет по моим ссылкам до 31 марта, ждет конкурс розыгрыш трех айфонов 12 про и одного 11 про среди участников, достигнувших 20 уровня до конца месяца. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 90 инсталлов. За прогрессом скачивания вы можете наблюдать в описании под видео. И традиционные призы для новых игроков тоже никто не отменял, так что кроме возможности поучаствовать в конкурсе, при скачивании по моим ссылкам или QR-коду, вы получите 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутого чемпиона Йотуна. Ну а мы к видео. Так вот, сосредоточиться проект семейка Адамс должен будет на дочери Гомеса Уэнсди, собственно ее именем, и планирует его назвать. Ну а если совсем коротко по сюжету, то в нем зритель увидит Уэнсди Адамс в загадочной школе для магически одаренных детей и подростков под названием Nevermore Academy. Более того, помимо становления самой Уэнсди, в центре событий должно быть и некое темное таинственное убийство. Ну а кроме младшей Адамс, будущее шоу, конечно же, познакомит нас и с другими членами ее колоритного семейства, которые по сообщениям сыграют не менее важную роль в сериале. Из чего следует, что роль старшего Гомеса, которую прочили Джонни Деппу, также рассматривалась как одна из основных. Более того, по предварительным данным, сам Бертон не видел этого персонажа ни в чьем другом исполнении, кроме как лично Джонни. В общем, все вроде бы складывалось как нельзя лучше, тем более, что на подобных мрачных и немного странных ролях Депп в свое время, по сути, и построил карьеру. Ну а сейчас стали приходить новости совершенно иного плана. Потому что буквально на днях англоязычные ресурсы распространили информацию, что Нетфликс наотрез отказывается сотрудничать с Джонни Деппом и снимать его в семейке Адамсов. Точных причин такого решения мы пока что не знаем. Думаю, что, скорее всего, они заключаются в опальном имидже актера, которому объявили бойкот большинство представителей индустрии. Также мы не знаем, велись ли переговоры лично с Деппом, либо же боссы Нетфликса отбросили даже саму идею Бертона об участии актера. Да, по большому счету это и не так важно. Главное, что если инсайдерская информация окончательно подтвердится, а шансы для этого, к сожалению, очень высоки, то выйдет, что Джонни потерпит еще одно поражение и благодаря трусости или, не знаю, двуличности Нетфликса, потеряет один из главных шансов на скорое возвращение. Конечно, пока что мы не имеем прям официальных подтверждений данных новостей, но, скажем прямо, инфа о выбывании из фантастических тварей из тех же источников подтвердилась потом, как и многие другие инсайды. Да и вообще, когда речь идет о Джонни Деппе, к сожалению, шансы для плохих новостей всегда гораздо выше, чем для хороших. Что же касается Нетфликса, мне сложно объяснить их решение, ведь Депп не так давно существенно снизил свои актерские гонорары, да и кандидатуры лучше на роль Гомеса сложно найти, так что тут, видимо, все-таки взыграла коллективная солидарность, когда, несмотря на всю вражду и конкуренцию, в каких-то вопросах все большие игроки гнут одну и ту же линию. Это мы уже могли видеть не первый раз и с Джонни Деппом, и с Джиной Карана, и с другими опальными знаменитостями. Что же касается самого Тима Бертона и его позиции в случае отказа снимать Джонни Деппа, мы пока что не получили никаких заявлений со стороны именитого режиссера. Понятно, что его и Джонни связывает не только многолетняя дружба, но также и очень длительный и плодотворный творческий путь. Когда Бертона называют не иначе, чем главным режиссером в карьере Джонни Деппа, и наоборот Деппа главным актером в карьере Тима. Так что, возможно, еще есть шансы на то, что сам Бертон, пользуясь своим немалым влиянием и весом, сможет таки продавить упрямый Нетфликс и заставить их сотрудничать с Деппом. Об этом нам только предстоит узнать, так что обязательно подписывайтесь прямо сейчас на канал и нажимайте на колокольчик, если не хотите ничего пропустить. А также пишите ваши комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видосом. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.